Путин слил Сирию Эрдогану, за что ведет Турк Кремль с Анкарой. Армии и войны. Война в Сирии 11 октября 13.30 Путин слил Сирию Эрдогану, за что ведет Турк Кремль с Анкарой. Москва оказалась под схваткой и уже не претендует на лидирующую роль в разрешении сирийского вопроса. Виктор Сакюрка. Комментарии в просмотров 7 936. Фото. AP slash DAS. Материал комментируют. Владислав Шурейген. О победе, окончательном разгроме ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, на территории Сирии, было объявлено еще в конце 2017 года, когда пал последний оплот джихадистов Аль-Букемаль на бригах Ефрата. Тогда же российский президент Владимир Путин заявил о частичном выводе подразделений ВКС из Сирии. Могло показаться, что военная часть операции в этой стране уже закончилась, и осталось только зачистить некоторые районы от остатков бандформирований. На деле все казалось не так радужно. Война в Сирии продолжается. Теперь уже с участием Турции, войска которой вторглись в сирийский Курдистан, якобы для создания буферной зоны протяженностью в 500 километров и глубиной в 30 километров. Москва, которая рассматривает территорию этой Арабской Республики как единое неделимое и суверенное государство, являющееся членом ООН, сейчас молчит. В отличие от США, где президент Дональд Трамп пригрозил разрушить турецкую экономику, если Анкара перейдет границы дозволенного и пообещал нанести сильный удар, если Турция не будет играть по правилам. При этом сам Трамп распорядился вывести американские подразделения из северо-восточной части Сирии, куда сейчас направлены атакующие удары турецкой армии. Что же происходит в Сирии, где градус войны опять повышается до критичной? Кто развязал руки Эрдогану? И в чем здесь может быть выгода России? Читайте также. Американцы испугались самолета Путина Ту-214. Он в небе Америки Вашингтон разрушил ДРСМД, на очереди СВН-3, сейчас готов закрыть программу «Открытое небо». Обернемся к событиям августа 2015 года, когда российские ВКС пришли на помощь сирийской армии по просьбе законного президента этой страны Башара Сада. Тогда практически никто в мире не верил, что Союз Москвы, Дамаска, Тегерана и Хизбаллы, военизированная ливанская шиитская организация, сможет противодействовать ИГИЛ. ИГИЛовцы на тот момент, начиная с 2011 года, полностью перекрасили политическую карту Сирии, где они захватили власть. Ключевыми фигурами здесь были головорезы Абу-Умар Аль-Багдади, Аюба Аль-Масри, Сулейман Ан-Найра и боевики более мелкого Пашиба. Всех их в итоге ликвидировала правительственная сирийская армия, не без помощи, конечно, российских товарищей. Потери террористов на тот момент были сопоставимы с крупномасштабными боевыми операциями Второй мировой войны. В общем полный разгром и уничтожение. Все понимали, что без поддержки российских ВКС подобных результатов сирийская арабская армия вряд ли бы добилась. Не потому, что ее боеспособность невелика, а потому что поддержку осуществляли высокотехнологичные вооружения, без которых достижения результата на поле брани просто не добиться. И эту поддержку осуществляли именно российские военные. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил особенно поблагодарить летчиков ВКС, которые выполняли задачи по поддержке наземной операции в сложнейших погодных условиях. Взяли Раку, дважды освобождали Пальмиру. Успех был очевиден. Но он не стал окончательным. На территории Сирии остались горячие точки, где сохранилось влияние боевиков ИГИЛ. Откуда появилась у России сирийская грусть и почему было принято решение ввести войска, пусть и по просьбе законного правительства, в эту страну, рассуждает военный обозреватель Владислав Шурейген. Россия не просто защищала Сирию от агрессии другого государства, использующего вооруженную оппозицию и оказывала ей военную помощь по просьбе законного правительства, а обеспечивала свою собственную безопасность на дальних рубежах. Вроде и далеко Дамаск от Москвы, но если посмотреть на политическую карту мира, то пути через Кавказ и Среднюю Азию ведут напрямую к нашим границам. ИГИЛ, которому явно было тесно в рамках Ирака и Сирии, рано или поздно стал бы просачиваться в Россию. Свою идеологию джихадисты стараются внедрять повсеместно, в том числе и в России. И даже создали ячейки в отдельных российских регионах, которые, впрочем, с успехом раскрывают и ликвидируют отечественные спецслужбы. Вероятность того, что несколько десятков тысяч игиловцев, фанатичных и хорошо подготовленных в военном плане, могли бы оказаться в нашей стране, была крайне велика. Спецоперациями ограничиться при таком раскладе не удалось бы в ход, пришлось бы пускать и армию. А это уже полномасштабные боевые действия. То есть основной задачей группировки российских ВКС в Сирии, а это не только вертолеты и самолеты, а еще подразделения спецназа и морской пехоты, было противодействие террористам за пределами России. Россия и Белоруссия может управлять один президент, но не Путин, не Лукашенко многоходовка с союзным государством, от скандалов к скрытым планам власти. Именно курды стали в этой ситуации крайними. Недавно эмиссар сирийских курдов России Джавал Мухаммад подтвердил, что в сирийском Курдистане готовы к переговорам с Москвой и Дамаском в случае ухода американцев из региона. Эмиссар считает, что армия правительства Сирии, которые поддерживаются российскими ВКС, должна присоединиться к борьбе курдов против турецкой агрессии. Мухаммад высказался о надежде на поддержку России. При этом курды на протяжении последних лет сотрудничали именно с США, получали от них военную поддержку. В Москве призыв курдов к дружбе не услышали, лишь официально заявили, что этот конфликт должен решаться исключительно мирным путем. Самопровозглашенная Демократическая Федерация Северной Сирии, ДФСС, известная еще как Северный Курдистан, де-факто действует на северо-востоке Сирии с 2016 года. Эту территорию контролируют различные формирования, среди которых самые многочисленные это отряды СДС поддерживаемые американцами, которые насчитывают около 25 тысяч курдских и 5 тысяч арабских ополченцев. Здесь же до недавнего времени находился и контингент войск США. Россия предпочла сейчас не вмешиваться в курдский вопрос, учитывая нынешние отношения с Анкарой. Курдам предоставили лишь право самостоятельно договариваться с Дамаском, не пояснив при этом, как обеспечить безопасность курдских районов от турецкого вторжения. Новости мира. Макрон призвал Эрдогана остановить операцию в Сирии. Исламское государство, ИК, ИГИЛ, решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена.